После долгого трудового дня мало что может быть лучше, чем выплеснуть эмоции через непринужденный боевик. У зрителей, которые любят хорошую драку или скоростную погоню, нет недостатка в боевиках. Но среди сутен фильмов этого жанра есть несколько выдающихся, которые заслужили признание критиков и признание, которые они получали за эти годы. Среди них фильмы «Герой». Фильм «Герой» – российский боевик, повествующий о масштабной шпионской игре, в которую вовлечен главный герой. В основе сюжета первого полнометражного фильма кинокомпании «Карго» лежит история юноши по имени Андрей. 15 лет назад, будучи подростком, он прошел подготовку в сфер-секретном шпионском подразделении, в котором готовили специалистов внешней разведки. Когда проект закрыли, он остался в Европе, но спустя годы получил сообщение от отца, которого считал погибшим, что неизвестные выследили его и теперь Андрей в бегах. Встретив свою школьную подругу Машу, он пытается выяснить, кто за ним охотится и хочет его устранить, все глубже погружаясь в паутину шпионского заговора. «Миллиард» – российская остросюжетная боевая комедия режиссера Романа Прыгунова о дерзком ограблении банка. Главным героем фильма является влиятельный банкир, который на протяжении всей своей жизни старался держаться подальше от собственных сыновей, чтобы не делить с ними свое финансовое состояние. Но в результате он теряет все и остается без денег. Для восстановления утраченного бывший миллиардер решает ограбить свой собственный банк, однако он не может сделать это в одиночку. И помочь ему могут только его внебрачные сыновья, чтобы создать настоящую команду для такого приключения. Но прежде всего нужно вернуть их доверие и заставить их вообще участвовать в деле, а также юмористических забавных ситуаций. «Балканский рубеж» «Балканский рубеж» рассказывает о событиях войны в Косово, в Югославии, в конце 90-х годов. Это отечественный боевик с элементами драмы от режиссера Андрея Волгина. А одним из продюсеров этой экшн-драмы является известный актер Гоша Куценко, который также сыграл одну из главных ролей в фильме. По его словам, картина позиционируется как честное и искреннее во слово русского оружия и расскажет зрителям о том времени, когда Россию хотели окончательно стереть с карты мировой политики. Действие сюжета этого российского боевика развернется в 1999 году в Косово, во время войны. Спецотряд десантников получает задание захватить аэродром Слатина и удержать его до прибытия подкрепления в виде российских миротворцев. Тем не менее, аэродром оказывается очень важным для албанского военачальника и генералов НАТО, которые уже призвали на помощь военные и оборонные силы Североатлантического альянса. Десантникам приходится вести неравную борьбу с вооруженными противниками, чтобы освободить заложников в аэропорту. Тем более, что среди них находится девушка капитана спецгруппы. Субтитры создавал DimaTorzok